Областная клиническая больница имени Красного Креста сюда со всего региона привозят детей, которые нуждаются в особенном лечении. Родители маленьких пациентов жалуются, детей лечат в антисанитарных условиях, больницу впору использовать для съемок военного фильма и так далее. Все это происходит на фоне радужной отчетности регионов о выполнении майских указов президента. Одним из них является указ о государственной политике в сфере здравоохранения. Мы решили проверить, как он выполняется в Курганской больнице Красного Креста. За красивым фасадом и прекрасно отремонтированным фойе скрываются хирургическое, травматологическое и педиатрическое отделения. И вот в них картина не очень. Нарушения, конечно, есть. Роспотребнадзор нас регулярно проверяет. Я являюсь главным врачом с 2010 года. И вот в этом же году была плановая проверка Роспотребнадзора в моей жизни первая, скажем так. И тогда было вынесено предписание по 45 пунктам, были нарушения. То есть на тот момент ремонт только начался. То есть здесь ремонт, капитальные реконструкции начались с 2009 года. По тем нарушениям, которые были выявлены, больницу впору было закрывать с момента постройки. В ней не было ни текущих, ни косметических, ни капитальных ремонтов. Какие-либо изменения начали происходить лишь в 2009 году. В 2009 году был отремонтирован вот этот первый корпус. Сейчас, где мы с вами находимся, это был вообще спортивный зал. А сейчас мы имеем здесь два этажа. Это расширилась поликлиника, то есть помещение, кабинеты врачей для приема наших пациентов, актовый зал для проведения всяких конференций, учеб с тем же медперсоналом. Реконструкция продолжалась до 2013 года. В 2014-2015 годах шел капитальный ремонт второго трехэтажного корпуса. Одновременно ремонтировать все корпуса было невозможно. Всем отделениям больницы пришлось бы прекратить лечение, поэтому работы проводились поэтапно. До 2015 года деньги выделялись. Это все средства областного бюджета. То есть с 2009 по 2012 год это почти 90 миллионов. С 2012 по 2015 это 110 миллионов областного бюджета. Сейчас из девяти отделений отремонтированы шесть. Обделены оказались три – хирургическое, травматологическое и отделение для детей раннего возраста. В 2015 году областной бюджет средств на их ремонт не выделил. В 2016-м тоже. Может быть это мог сделать фонд обязательного медицинского страхования. Пять статей расходов. Это зарплата, налоги, медикаменты, питание и содержание имущества. Все. Никаких капитальных ремонтов там не предусмотрено. Есть текущий ремонт. И вот мы в 2016 году за счет средств УМС продолжали делать ремонт. Находчивость руководства больницы позволила не прекращать ремонт совсем. Из 45 пунктов нарушения, выписанных Роспотребнадзором, невыполненным остался лишь один. На следующий год за счет опять же средств УМС на косметический ремонт направят 4,5 миллиона. Как нам рассказали, руководство области о проблеме больницы знает. Губернатор лично неоднократно посещал Красный Крест. Мы показывали ему и новые помещения отремонтированные и старые. Он обещал нам помочь. Поэтому мы ждем, что на 2017 год нам будет выделена какая-то сумма и мы сможем отремонтировать хотя бы одно отделение. Своими силами мы делали ремонты в помещениях. То есть мы отремонтировали три палаты в хирургическом отделении, две палаты в травматологическом, две палаты в раннем возрасте. Но в общем масштабе мы не можем это сделать, потому что у нас нет средств. У нас нет на это средств. Нам нужны средства областного бюджета. Пока этих денег нет, Роспотребнадзор судится с руководством Красного Креста. За невыполнение предписаний состоялось уже четыре судебных заседания. Главного врача штрафовали на 80 тысяч рублей. Наталья Максимова должна их выплатить из своего кармана. Помимо трех оставшихся отделений в Красном Кресте надо отремонтировать крышу над пищеблоком, заменить систему отопления в гараже, решить проблемы прачечной, где стирается белье для пациентов. Профинансировать эти работы за счет фонда ОМС не позволяет закон. Необходимо выделение средств из областного бюджета. А он, который год, дефицитный. Сознательные граждане оказывают больнице посильную благотворительную помощь. Они помогают в ремонте и даже открывают игровые комнаты, где маленькие пациенты могут отвлечься от мысли о болезни. Однако это капля в море. Выполнять майский указ президента все же надо.